Перейдем к другим новостям. До конца текущего года в Одесской области будет отремонтировано 244 километра дорог. По итогам 2016 года общая протяженность отремонтированных дорог была в два раза меньше. Эти цифры на аппаратном совещании в Одесской облгосадминистрации озвучил губернатор Максим Степанов и привел в пример магистрали Вилкова-Спаская, Кодома-Балта, отдельные участки на трассе Одесса-Рени и Одесса-Киев. Губернатор выразил уверенность в том, что таможенный эксперимент будет продолжен и в следующем году. Дорожных рабочих дождутся и жители центральных районов области. Среди преград, которые тормозит ремонт дорог, Максим Степанов назвал сложные отношения с Укрзалезницей. Область ощущает нехватку вагонов для доставки материалов. Александр Дмитриевич в ручном режиме каждого ранку они будут доповедать, какая количество вагонов к нам пришла. Обсих вагонов, которые нам потребуют для дорожного строительства, складывая 100-120 вагонов на дубу. Губернатор снова затронул тему летнего театра и поручил профильному управлению изучить возможность возврата объекта под охрану государства. В свою очередь представители политической партии «Доверяя делам», среди которых было больше 10 депутатов городского совета, попросили губернатора дать оценку столкновениям произошедших в прошлую субботу в Горсаду. Хотелось бы услышать комментарий, каким образом вот та так называемая мирная акция, которая проходила в городском саду, переросла вот в те массовые беспорядки, когда летали гранаты, когда летали камни, когда начальнику областного управления пробили голову, когда люди в масках с балаклавами били стекла в мэрии города. Губернатор в своем ответе подчеркнул, что если бы земля летнего театра не перестала в начале 90-х годов быть объектом культурного наследия, этой акции бы не было. Кроме того, Максим Степанов попросил не приравнивать отдельных активистов, замеченных в хулиганских действиях сотрудникам правопорядка, с акцией в целом. Если бы я был в Одессе, я просто в тот момент был в Киеве, я бы тоже пошел. Люди, которые начали делать провокации против национальной полиции, и началось потом то, что началось, и то, что мы были святками, создали соответствующие правопорушения, есть соответствующая квалификация этим преступлением. Конкретные люди, не вся акция, не все люди. Потому что мы с вами понимаем, Александр Александрович, что некоторые сейчас будут попробовать всех наших гражданских активистов сказать, что это марганализирована часть людей. Продолжение следует...